Здравствуйте, друзья! Мы начинаем свой марафон, посвященный теме «Востребованная профессия интернет-магазина». Марафон ознакомительный. Марафон продлится три дня. С сегодняшнего по 15 апреля 2020 года. Сегодня вы познакомитесь с этой удивительной востребованной профессией. 14 числа завтра мы увидим практическое обременение этой профессии, ВК «Контакт». А в третий день марафона или 15-го узнаете, где получить эту профессию и как заработаете вы в процессе обучения. Расписание указано на слайде, посмотрите. Все занятия будут проходить в 17.00 по Москве. В конце каждого занятия вас ожидают подарочки. Так что рекомендую остаться до конца. Итак, давайте разберемся, почему же мы выбрали именно такую тему. Среди молодых профессий, обязанных появлением, распространением и развитием сферы электронной торговли, наибольшей востребованностью и перспективой обладает работа интернет-маркетолога. Только вдумайтесь, за первое полугодие 2019 года, по статистическим данным, россияне совершили в сети более 5,91 миллиона покупок на сумму 725 миллиардов рублей. Чтобы понимать темпы роста, стоит отметить, что за весь 2016 год было сделано меньше заказов. И понимая перспективы продаж через интернет, каждый видит офлайн-бизнес, стремится перебраться в интернет и продвинуться там. А для этого нужны интернет-маркетологи. Даже потому, что на сегодняшний день сложилась такая тенденция, практически все перебраться в онлайн. И, естественно, компании будут искать таких высокоспециализированных специалистов. На сегодняшний день такая тенденция уже наблюдается, что очень многие будут менять режим своей работы. По прогнозам, из-за кризиса работу потеряют, к сожалению, с 2,5 до 1,8 миллиарда. Это заявил Алексей Кудрин в эфире РБК. 80-90 миллионов человек в мире потеряют работу. Вы только вдумайтесь, какие цифры. Но я хочу порадоваться за то, что многие люди в настоящее время хотят развиваться, хотят с собой работать. Адрести новую профессию. Люди сейчас берут на себя ответственность за свою жизнь и не винят окружающий мир. Вот необходимо сейчас нам благодарить за то, что мы имеем. Получить знания про учения, за наличие времени, нужной техники, смартфон или компьютер, интернет-связь. Есть возможность удаленно работать через смартфон или компьютер. Работа в интернете всегда была привлекательна. Можно оценить по-другому, смотреть на свободное время. То есть оценить по-другому в свободное время, воспользоваться этим как возможность. Немножко я расскажу о себе. Мне 40 лет. По профессии я бухгалтер-экономист. 40 лет проживаю я в Краснодарском крае, в городе Краснодаре. По профессии я бухгалтер-экономист. Имею утреннее более 14 лет. Главное, в одном лице. За плечами у меня успешное прохождение десятков налоговых и аудиторских проверок. Сотни изученных законов. Да, друзья, благодаря современным программным продуктам появилась возможность ввести бухгалтерский учет мелкой или средней фирмы одному драм. То, что раньше делали 10-12 бухгалтеров, сейчас справляются один-два. Ценятся бухгалтеры-универсалы, можно сравнить с универсальными солдатами. Для чего я это говорю? Дело в том, что мир меняется, не стоит на месте. И я понимаю, что профессия бухгалтера не только трансформируется. На смену приходят новые интернет-технологии. Так я пришла в интернет. Последние годы участвовала в интернет-проектах. Приходилось собирать знания по крупицам, которые быстро устаревали. Да, и не приносили должного результата. Стала осознавать, как не хватает полных и проверенных знаний, собранных в одном месте, современных качественных знаний. Но когда формируешь запрос, приходит ответ. Тем более компания, в которой я проработала главным бухгалтером, полным ходом сейчас идет к закрытию. И это еще больше меня подтолкнуло к обладению новой интересной для себя профессии. На сегодняшний день в интернете самая востребованная и высокооплачиваемая является профессия интернет-маркетолога. Наверное, для нас это уже не секрет. Тем более компания, в которой я... Да. И, соответственно, сейчас об этой профессии нам расскажет Наталья Самбровская, опытственный интернет-предприниматель и преподаватель. Вот, дадим ей слово. Наташа, я вам включила звук. Спасибо, спасибо, Юлечка. Итак, друзья, да, переходим на мои слайды. Иногда техника может подводить, так что вы не обращайте на это внимания. Итак, мы начинаем с вами. Так, скажите, видны мои слайды? Помашите или как-то скажите. Видны мои слайды? Видно, да. Я надеюсь, Юля вас убедила, что это действительно востребованная профессия. А я вам сейчас вкратце расскажу, что же это за профессия, да, что она из себя представляет. Почему она настолько востребована? Какие она имеет перспективы? Сколько зарабатывает? То есть я вам вкратце об этом сейчас расскажу. Давайте назначем с таких самых, с азов, да, что такое маркетинг. Потому что не все понимают, что такое интернет-маркетинг. Да, в этом понятии может быть только слово интернет понятно. Прежде всего, что такое маркетинг? Маркетинг – это определенный комплекс действий или мероприятий, которые направлены на продвижение и продажу продуктов. Да, вот если так брать общее понятие. Потому что то ли это компания, то ли это какой-то частный владелец какого-то бизнеса. Самая главная его задача – получить прибыль. Как он может получить прибыль? Он создает продукт, и нужно, чтобы об этом продукте, я имею в виду, это какой-то товар или какая-то услуга, то есть назовем это продуктом, да, и об этом продукте должны узнать потенциальные покупатели. И не все подряд, а именно те покупатели, которым нужен этот товар, да, а тем, которым не нужен, нужно рассказать, что он им нужен, почему он им нужен, какую пользу он им принесет. То есть вот это все, всю эту информацию нужно как-то до людей донести. Потому что, естественно, предпринимателей очень много, предприятий однопрофильных тоже очень много, поэтому каждый старается обратить на себя внимание. Вот поэтому комплекс вот таких действий, которые направлены именно на эту цель, да, обратить внимание, привлечь и продать продукт, и является как бы сферой влияния маркетинга. Интернет-маркетинг, да, это как бы составляющая такого общего понятия маркетинг. То есть это все действия, которые происходят по продвижению, по привлечению покупателей, которые происходят в сети интернет, да. И как уже сказала Юля, на сегодняшний день сложилась такая интересная ситуация, что очень многие компании уходят в интернет, частные тоже люди уходят в интернет, потому что вот сегодня только я слышала дебаты по поводу того, можно работать, как работать людям, которые представляются представителями малого бизнеса, тем же парикмахерам, да, потому что вот, например, зооуслуги оставили, да, зоомагазины все работают, парикмахерские все закрыты, да. То есть как на сегодняшний день делать так, чтобы наш вот этот вот огромный такой пласт людей, которые представляют вот этот вот бизнес, малый как, чтобы он не пропал просто, не заглох, чтобы переходить в интернет, и нужно ему правильно рассказать, как работать, да, как найти своих клиентов, как найти потенциальных покупателей. И вот как раз здесь возможности интернет-маркетологов как раз очень безграничны, да. Смотрите, как я уже сказала, это целый пласт действий. Вот если мы будем рассматривать по интернет-маркетинг, вот смотрите, сколько конкретных действий нужно произвести для того, чтобы найти покупателей, продвинуть товар, рассказать о нем, обратить внимание. Видите, вот если компания, например, крупная, то на каждый вот этот вид конкретной деятельности в интернете она может взять отдельного специалиста. Но интернет-маркетолог, да, может быть представителем кого-то как раз из этих узконаправленных специалистов по рекламе, например, конкретно по контекстной, конкретно по таргетированной. Мы дальше чуть-чуть рассмотрим, да, что конкретно должен иметь маркетолог. Но в чем его отличие от всех этих специалистов? Он может курировать полностью весь процесс интернет-маркетинга. То есть он может как быть, как я еще раз сказала, узким специалистом, в то же время он может быть руководителем всего этого процесса. Вот этим он отличается от всех вот того, что я перечислила, да. Вот в этом как раз и есть перспектива, потому что, да, каждый из этих специалистов, таргетолог, директолог, СММ-специалист, он может совершенствовать, да, но дальше своей профессии он не двинется. А если он хочет получить что-то большее, да, больший заработок, больший охват своей аудитории, да, своих пользователей, то, естественно, он должен продвигаться. И вот такая перспектива – это как раз и есть интернет-маркетолог, да. Что же все-таки должен знать, вот в плане того, что я вам сейчас показывала, что все-таки должен знать интернет-маркетолог, да, потому что одно из средств продвижения – это реклама. Он должен составлять, уметь составлять и портрет своих аудиторий, и пользоваться различными, вот как здесь называются, парсерами для того, чтобы выявить ту аудиторию, то есть есть специальные для этого алгоритмы, да, он должен знать, уметь сопоставить, да, требования своих рекламных материалов и социальных сетей, да, для того, чтобы эта деятельность была корректной. Он должен уметь, видите, работать и с фотошопом, и с различными графическими редакторами, потому что он фактически создает рекламные материалы, если он работает, я уже сказала, как такой вот широкопрофильный специалист, да, то есть он все из этого круга, он все это знает. Он должен уметь писать тексты, он должен работать с рекламными кабинетами, он должен уметь работать, как знать, как работают воронки продаж, как работают чат-боты сейчас, да, это как бы такие видоизмененные воронки продаж, то есть всю эту информацию он должен знать, и не только знать, он должен ее уметь променять, и он должен уметь, знаете как, держать руку на пульсе, потому что в интернете, я буду это сегодня повторять неоднократно, очень много меняется, и так быстро меняется, что те знания, которые еще вчера, ой, простите, вчера были, казалось бы, нужными, на сегодняшний день уже никакой, совершенно никакой ценности не представляют, да, работы с популярными сервисами e-mail рассылки, так, сейчас, секундочку, извините, он должен знать основы SEO, вот представляете, это целая громадная область, да, то есть это продвижение в плане продвижения сайтов, да, то есть это целая такая специальность, где работает вот именно SEO-оптимизаторы, да, развиваться в различных стратегиях привлечения, да, вот что такое ритм-магнит, какими способами можно пригласить человека, и именно завлечь его в эту вороночку, то есть очень много всего нужного он должен знать, но понимаете, что самое важное? Все вот эти знания, которые каждый из нас может получить, да, почему мы сегодня, как бы, обращаем внимание на то, чтобы вы заинтересовались именно нашими возможностями, потому что можно, знаете, нанизать все эти знания, закончить кучу курсов и потом не сложить это все в кучку, да, то есть вот оно так и останется разрозненными знаниями, а наша задача дать вам возможность развиваться и получать именно те знания, которые на сегодняшний день будут очень востребованы, да, вот видите, системой, то есть он должен быть еще аналитиком, он должен уметь работать с сервисами аналитики, то есть если так вот разобраться, да, то есть в идеальном варианте, он должен знать и гуманитарную основу маркетинга, и технические знания, и творческие знания, проявлять креатив, да, это так кажется, но на самом деле не все так сложно, да, это как бы идеальный вариант, потому что если человек действительно обладает с теми этими плюс там какая-то харизма, если он любит какой-то драйв, то это, конечно, специалисты, которые получают очень большие, огромные деньги, но преимущество этой профессии именно в том, что для того, чтобы сдать специалистам совершенно необязательно заканчивать какой-то технический вуз, да, то есть вы можете начать с малого, как я уже сказала, с какой-то одной конкретной области, постепенно, если вам нравится действительно продвигаться вот в плане того, чтобы использовать все возможности интернетового именно маркетолога, то вы можете продвигаться, и это продвижение будет не количественным, а качественным, да, то как только вы будете как можно больше функций на себя брать из всего этого, всей этой окружности, тем пропорциональней и быстрее будет расти ваша заработная плата, да, а вы можете здесь продвинуться очень быстро, начиная от любителя, дальше я вам чуть-чуть подробнее расскажу об этом, и вот, пожалуйста, возможность начать без образования, быстрый карьерный рост, различные варианты работы, да, вы можете работать в оффлайне, когда все это закончится, вы можете работать в качестве фрилансера, вы можете работать в качестве интернет-маркетолога, вы можете работать в качестве кого-то из этих узких специалистов, но в любом случае, как я уже говорю, ваше преимущество будет в том, что если вы будете работать в каком-то крупном проекте, то вы будете уже руководить узконаправленными специалистами, потому что никто из них не будет представлять себе проект в целом, а интернет-маркетолог как раз именно представляет себе, как работают все вот эти механизмы в едином таком вот порыве, и как они приносят результаты, да, потому что узкие специалисты не могут как бы этого знать, потому что они этого, ну, в принципе, не могут, потому что они вот какой-то своей небольшой, ну, я это знаю, потому что я вот в оффлайне, я работала долгое время в компании, я фактически тогда не называлась это, но я работала с маркетологом, да, потому что мы все работали тогда на земле, и поверьте мне, никто из руководителей даже наших и никто из других специалистов не знал этот проект так, как знал его я, потому что я знала, как работал, вот каждый винтик в этом механизме я знала, и, естественно, я себе представляю, если точно так же будет интернет-специалист, интернет-маркетолог представлять, то тогда ему просто, знаете, как будет это все играть, как единый оркестр. Итак, перейдем немножко к заработку, да, сколько же можно зарабатывать? Ну, зарабатывать можно в зависимости от того, что вы из себя представляете как специалист. Опять же, не забывайте, я только что сказала, что здесь есть возможность очень быстрого карьерного роста, да, то есть вы сможете освоить несколько, если или одну, или несколько вот таких вот специальностей и сможете уже предложить свои услуги, а есть где прилагать, я только что сказала, да, хотите фриланс, хотите идите в качестве маркетолога, иногда вот, вы знаете, есть немножко, они пересекаются, есть такие вот, есть такая специальность, которая называется помощник, да, личный помощник, инфобизнесмена, вот такая специальность, она немножко пересекается, потому что этот человек тоже очень много знает, обладает так называемыми базовыми знаниями, да, для того, чтобы проект, вести проект, но в чем их отличие, все-таки интернет-маркетолог, это представитель более, вы знаете, такого, может быть, элитного, да, элитный представитель, потому что помощник, естественно, настолько не посвящается в проект как интернет-маркетолог, да, потому что продвижение это как раз вот это его, это его прорегатива. Смотрите, начинающий интернет-маркетолог обладает базовыми знаниями, да, но если еще раз говорю, вот в течение полгода, если люди начинают активно погружаться в тему, они уже становятся серьезными профессионалами в этой области. А профессиональный маркетолог – это человек, который уже досконально владеет всеми приемами, всеми фишками, лайфхаками, как сейчас говорят, да, и уже ему действительно гораздо легче, да, он может выступать, как я уже сказала, видите, и SEO-специалистом, и SMM-щиком, и таргетологом, и копирайтером, и директологом, и дизайнером, и так дальше, да, то есть ему все, все это для него открыто. И вот смотрите, я вот буквально на прошлой неделе, я когда готовилась к этому мероприятию, я посмотрела, да, это вот сайт, который предлагает работу по Москве, да, я живу в Московской области, я немножко не представилась, потому что времени не так много оставалось, но будет еще возможность, я еще представлюсь, так что извините меня за это. Итак, смотрим, удаленная работа, видите, вот на один день, это только один сайт, это не общая информация, это только один сайт, вот смотрите, 166 вакансий, и здесь сразу видно, в зависимости от того, кто нужен, специалист или нужен какой-то узкопрофильный человек, да, вот это сразу зарплата, видите, от 25 до 45, то есть здесь только таргетинг, да, видите, конкретно. Если человека приглашают уже на что-то более такое обширное, да, вот смотрите, уже 60-80, 25-50, то есть вот большой разрушение, и в то же время, смотрите, вот верхней планки практически нет, да, вот и 100, и 120, и 150, то есть в зависимости от ваших знаний, в зависимости от того, сколько вы пользы можете принести, да, скольких человек вы можете заменить, да, но дальше еще раз обратите внимание, ваша работа уже может, именно вот смотрите, вот здесь вот, мы ищем амбициозного интернет-маркетолога с перспективой стать директором по маркетингу, ну, директор по маркетингу, это второй человек после руководства, да, это очень важная такая должность, потому что от него фактически зависит прибыль предприятия, да, если бухгалтерия, это тоже очень важно, да, она может посчитать все, рассчитать, спрогнозировать, то здесь конкретно уже идет продвижение продукта и получение прибыли. Итак, я вас, если не запугала, да, то я хочу сказать, что да, нужны, конечно, знания и теоретические, нужны какие-то, может быть, таланты, нужны какие-то способности, но на самом деле, вы знаете, самый важный фактор, потому что я вот пересмотрела много таких вот, действительно, может быть, действенных вот таких вот качеств, которые нужны, да, самое главное, это то, чтобы вам было интересно, чтобы вы учились всему новому, чтобы вы были все время в тренде, чтобы вы ориентировались как рыбка в воде, да, в интернете, потому что, еще раз говорю, в нем очень быстро все меняется, постоянно появляются какие-то новые технологии, и это все обязывает интернет-маркетолога, да, быть вот прям на острие, да, сегодняшних вот каких-то новых инструментов. И еще раз говорю, почему наш марафон, я думаю, все-таки будет интересен тем, что мы не просто рассказываем об этой профессии, мы не просто как состраненных говорим, сколько можно заработать, какие требования предлагаются, и где какие-то знания можно получить, мы как раз даем возможность, особенно на третий день нашего марафона вы это увидите и поймете, мы даем возможность получить все эти знания именно в одном месте, это очень важно первое, да, и это платформа, которая точно так же участвует, все время реформируется, она все время приспосабливается к тем новым знаниям, и, естественно, так очень легко держать руку на пульсе тех новых знаний, которые постоянно каждый день находятся в интернете. И подтверждением тому является еще то, что здесь уже как бы опыт обучения на этом ресурсе дает уже гарантию того, что в принципе любой представитель, то ли действительно человек, который хочет стать интернет-маркетологом, который студент или, например, пенсионер, или какой-то человек, который уходит с найма, но и люди, которые приходят именно из сферы вот этой вот, о которой мы говорим, именно вот этого малого бизнеса, то есть парикмахеры, или люди, которые работали, например, обычными продавцами, или вот есть пример, я знаю таких людей, которые работали фактически интернет-маркетологами только в больших, больших организациях, в больших, например, сетях продаж, да, то есть те люди, которые действительно, может быть, и много зарабатывали, но они не имели возможности и времени видеться со своей семьей, да, это то, что всегда малому бизнесу мешает жить, да, это то, что людям мешает как бы зарабатывать деньги и радоваться этим деньгам. Поэтому каждый здесь для себя может найти то, что ему необходимо. И присмотритесь, пожалуйста, прислушайтесь к тому, что будет на следующих наших мероприятиях. Я думаю, что к концу нашего марафона вы для себя вот эту вот картинку прорисуете. Нужно вам это, интересно вам это, кем бы вы ни были, еще раз говорю, людьми, которые хотят действительно найти какую-то новую профессию, или людьми, которые хотят перенести свой бизнес в интернет, потому что сегодня таких будет все больше и больше, я гарантирую, что здесь вы найдете для себя нужное знание, но и еще такой важный фактор, да, вот который говорит в пользу нашего обучения, это тот фактор, что вы сможете здесь использовать возможности обучения, заработка, то есть с помощью партнерской программы уже во время обучения. Это вот я буквально вкратце, так, чуть-чуть вам приоткрываю завесу, а все остальное вы уже услышите в наших следующих днях марафона, завтра и послезавтра, 14 и 15 числа. Итак, у нас осталось совсем немного времени, и я хочу вам сказать, что кто досмотрел до конца, я сейчас дам вам возможность, останавливаю демонстрацию, и дам вам возможность получить ссылочку на интересную книгу, да, потому что, как правило, предприниматели, маркетологи, это те люди, которые привыкли очень рано вставать, но для многих это, ну для меня в частности, это проблема была и есть, и я все время пытаюсь эту проблему как-то решить, и вот я хочу вам сегодня предложить такую книгу очень интересную, она называется «Магия утра», может быть, кто-то слышал о ней, напишите в чат, если это да, если нет, то я с удовольствием с вами поделюсь этой книгой, да, и я думаю, что мы еще сбросим ее в чаты, да, потому что все, кто присутствует на сегодняшнем мероприятии, вы все введены в чат, запись тоже будет, и наши сегодняшние встречи, и все остальное уже вы сможете продолжить на наших следующих днях. Итак, я сбрасываю ссылочку, вы можете зайти, нажать на кнопочку «Чат», и можете эту ссылочку скопировать для себя, а на сегодня я с вами прощаюсь, если хочешь, скажи, пожалуйста, пару слов еще, Юлечка, а я прощаюсь с вами до завтра, жду вас на втором дне марафона, где вы узнаете, как конкретно уже можно применить свои знания для продвижения, для работы в соцсетях, то есть завтра у нас мы будем представлять из себя СММщиков, да, то есть те люди, которые умеют продвигать товары и услуги в соцсетях, в частности ВКонтакте, это я такой небольшой релиз вам на завтра. Всего доброго. Спасибо большое, Наташа, спасибо всем присутствующим, было очень интересно, познавательно, приходите завтра, мы вас все ждем, скачивайте замечательную книгу, которая поможет очень хорошо, благотворно встречать ультра. Всего доброго, всех благ всем. Продолжение следует...